Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение Rise of Industry. В прошлой серии у нас появилось производство ткани, и точнее даже производство волокна, но тем не менее это волокно и в том числе краситель мы сейчас активно продаем. Деньги поступают с неистовой скоростью, и это очень хорошо, это значит, что у нас есть дальнейшая возможность для развития. Погнали! Давайте, наверное, сразу подумаем сейчас над последующими исследованиями. Мы с вами заказали вот такую вот историю по отделу кадроприемщиков. В целом, мне кажется, идея неплохая, и я тут ненароком заметил, что есть вот такая вот штука. Это ежемесячное финансирование исследования, соответственно, оно нам позволяет, я так понимаю, больше денег вложить и чуть быстрее все это дело изучать. Давайте, наверное, ее сейчас поставим тоже в очередь. Также меня интересует, на самом деле, отдел кадров ферм, потому что я понимаю, что сейчас не очень хватает хлопка, к сожалению. Есть небольшой простой, так как хлопка здесь просто-напросто ноль. И надеюсь, что мы сможем с помощью эффективности исправить этот косяк. То есть, хотелось бы, чтобы сюда просто приезжало изначально чуть больше материала. Если у нас не получается его исправить таким образом, то мы с вами будем добавлять еще одну плантацию, которая вот сюда очень даже неплохо должна влезть. Подъехал какой-то грант, ежемесячные платежи по всем текущим кредитам. Ну, наверное, я не хочу этим баловаться, у меня проблем никаких в этом плане нету. Значит, надо думать вообще, куда двигаться дальше. И по-хорошему, у нас вариантов не очень много. Я, если честно, не знаю, на какой отметке мы получим с вами еще один магазин, поэтому пока что это все только в процессе. У нас есть вариант производить тяжелую ткань. Тяжелая ткань производится, как мы помним, за счет скота. То есть, соответственно, нам нужны коровы, если я не ошибаюсь. Да, это именно так. После чего из волокна и кожи мы делаем тяжелую ткань, которая впоследствии нам дает рабочую одежду, внутреннюю облицовку и зимнюю одежду. Как мы понимаем, эти все вещицы стоят очень даже неплохих денег. И насчет этого стоит подумать, раз уж мы с вами построили такой магазин, я не думаю, что есть смысл в этом себе отказывать. Также у нас есть возможность делать, соответственно, салфетки. Делаются они из легкой ткани. Мы проиграли с вами какой-то грант, ничего страшного. Но я думаю, что все-таки сейчас попробуем сделать упор на одежду, потому что делается она, точнее продается за 103 тысячи. Давайте посмотрим, сколько она будет изучаться. Меня больше всего интересует. Надо, наверное, запомнить до и после исследования. Сейчас это 5,6 миллионов на 1680 дней. Когда мы вот эту штуку изучим, с вами глянем сразу, насколько это все изменилось. Ну вообще, если так подумать, у нас есть еще возможность завозить сюда как раз кожу, сюда завозить молоко. Но мы будем терять с вами мясо, да? То есть, если все-таки заниматься производством скота. Можем глянуть куда-нибудь вот сюда. Что у вас тут, ребята, покупается? Вот здесь как раз можно продавать мясо. Почему бы и нет? Я так понимаю, что вот это заполняет наш конкурент, да? Потому что это немножко другого цвета. Ну и в целом идея неплохая. Хотят они вот здесь вот 17 единиц молока. Слушайте, ну блин, у меня нету пока что молока. Хочу ли я сейчас его производить? Я не знаю. Я думаю, что если мы с вами собираемся делать новую животноводческую ферму, то как минимум мне нужно расширить производство пшеницы, да? Скорее всего у меня ее нет на складе. И это действительно так. Я же убрал здесь замечательные направления маршрута, который отвозил нам, собственно, эту пшеницу не пойми куда. Блин, я вообще не туда смотрю. Ну-ка давайте-ка еще раз проверим. Да, все едет на склад, поэтому здесь никаких проблем быть не должно. Я думаю, что надо дожидаться легкую ткань как минимум и уже начинать производство. Сейчас будем смотреть на все это здесь сейчас. Сейчас я хочу зарабатывать еще бабла. Я думаю, до миллиона мы сегодня с вами доберемся. Денег немереное количество. Надо ставить какие-то технологии. Давайте вот это вот возьмем по-любому. И я вижу, что уже изучилась история с тканью. Давайте думать, как ее размещать. Я думаю, что я хотел бы все-таки это где-то в этой области организовывать. Мне нравится эта зона. Тем более здесь я уже много чего загадил. И не вижу смысла гадить где-то еще. Давайте мы тогда с вами попробуем поставить сейчас текстильную фабрику. Начнем с одной пока что. Я пока не очень понимаю, насколько нам нужно больше. Значит, соответственно, я предлагаю сделать следующее. Едет на склад волокно и едет на склад вот этот вот краситель. Мы посмотрим, какое количество будет тратиться у нас со склада. Соответственно, исходя из чего, сделаем вывод уже по поводу того, что нам нужно еще добавить для того, чтобы легкая ткань производилась в нормальном количестве. Здесь я, конечно же, делаю продажу пока что в магазин, потому что это стоит нормальных денег. Кстати, я обратил внимание, что все-таки для производства ткани надо две единицы, а не одну. И может быть, есть смысл добавить еще тогда одну фабрику. И есть смысл тогда потратить бабло. Давайте я сейчас это сделаю. Я хочу, чтобы у меня было больше волокна. Не знаю, стоит ли оно того, но вот это стоит как бы нормальных денег. Но я не знаю, влезет ли у меня сюда вообще это все то, что я хочу. Давайте смотреть. Значит, если у нас идет сюда плантация, она занимает вот такое количество клеток, то есть пять, и туда у нас раз, два, три, четыре. Слушайте, она сюда не влезает, к сожалению. Придется искать какое-то другое место. Это не очень хорошо, потому что я не планировал. Но, значит, мы сюда куда-то бахнем плантацию. Здесь, конечно же, у нас будет какое-то количество полей. Я думаю, что пока что максимум лишним это не будет. Если что, мы с вами сможем, что-то я как-то криво сделал, сможем продавать кому-нибудь еще эту всю историю. Давайте на паузу поставим. Здесь единственное, что нужно обязательно хлопок выбрать, потому что производится сейчас непонятно что. и везем, соответственно, мы... А погодите-ка. Склад дотягивается, склад дотягивается, все хорошо. Везем мы это, соответственно, вот сюда, пожалуйста, если вас не затруднит. Подъехала вот такая вот история с разрешением на регион какой-то. Блин, и слушайте, я бы на самом деле подторговался бы за другой регион, но у меня нет денег. А где мне взять гребаный заем? Погодите-ка. Я могу только отдать заем, да, получается, сейчас в штаб-квартире, а вот взять я не могу, по сожалению. И это очень печально, потому что я бы хотел заполучить разрешение на строительство. Ну-ка дайте-ка я посмотрю, что у меня здесь. Заем для новичка. Взять заем можно. Так, и что у нас тут есть? 10 миллионов, 5 миллионов. Блин, а есть что-то небольшое вот такое? 5 миллионов это минимум, да? Ну, я бы не отказывался бы сейчас от строительства в регионе. Давайте мы сейчас возьмем вот этот вот заем. 5 миллионов, заем от населенного пункта. Мы его, конечно же, отдадим, я понимаю, что влезли в долги, но сейчас отказываться от строительства нельзя. Мы пока что на паузе, давайте изучим тот самый регион, потому что, я так думаю, иначе все нахрен скупит. В данный момент это вот этот вот регион. Ну, в принципе, он небольшой, и мы можем его тоже развивать. Здесь есть несколько вариантов, которые у нас уже изучены. Виноград, например. Мы могли бы здесь устроить производство мяса и молока одновременно. Было бы желательно, чтобы здесь еще кожа была. Вообще шикарно. Смотрите, кожа, мясо, молоко, то есть все это мы можем производить на животноводческой ферме. И, соответственно, сюда завозить. Тем более, у нас есть сейчас подушка, которая нам постоянно приносит бабло. И мы сможем еще и здесь это бабло получать. В общем, я думаю, что наши доходы должны увеличиться. Все, я по-любому соглашаюсь. Я надеюсь, что у меня сейчас этот регион не перекупят, потому что иначе это будет максимально печально. Брать еще один кредит я не готов. Еще один регион под нашим контролем. Никто не решился со мной торговаться. У нас осталось 4 миллиона. Давайте мы сейчас все-таки ненадолго вернемся в наш первоначальный регион и посмотрим, как тут дела. Значит, я смотрю немного не туда, мне надо смотреть на самом деле вот сюда. Я хочу посмотреть, что у нас здесь имеется. Мне не очень нравится количество тканей, которая присутствует, хотя вот сейчас 2 единицы. Хлопок начал подъезжать. Возможно, есть смысл поставить еще одну текстильную фабрику, которая будет производить именно, соответственно, волокна. Давайте, наверное, так и поступим. Надеюсь, что денег у меня на все про все хватит. Ну, понятно, что с кредитом теперь не очень все это хорошо, но мы, я думаю, окупим его в ближайшем будущем. Соответственно, я ставлю еще одну сюда. Да, здесь у нас производится волокно, которое едет на склад и, соответственно, уже направляется на производство. С этого производства еще раз проверяем. Все едет в магазин одежды. Ну-ка, давайте-ка посмотрим на прибыль. А, ну, нам пока не покажут прибыль, потому что мы потратили вот эту всю сумму огромную. Все, замечательно. Я думаю, что с этим регионом мы пока что разобрались. У нас изучаются какие-то технологии под делом кадров приемщиков и так далее. Но, в любом случае, мы уже имеем возможность с вами строиться здесь. И здесь, кстати, есть еще рыба. Но, по-моему, это рыба. Ну-ка, еще какие-то ресурсы здесь есть. А, так у меня и включены все ресурсы. Нет, здесь больше нихренашеньки нету. Стоит подумать тогда о том, чтобы все-таки начать именно с производства пшеницы. Соответственно, изначально воды, пшеницы и молока, мяса и кож. Я думаю, что идея хорошая. Мы сейчас на этом сможем здесь неплохо подзаработать. То есть, с двух ферм мы будем уже заполнять три ресурса сразу. Единственное, что здесь надо подумать об удобном месте. Значит, удобное место это, в принципе, что-то где-то здесь. Потому что здесь очень ровно. И я имею в виду по поводу берега. И, соответственно, у нас есть возможность с вами не париться по этому поводу. Что я имею в виду исправление ландшафта. Прям все супер замечательно. Я, наверное, начну пока что со строительства одной вот этой вот истории. Но с пятью, соответственно, сборщиками. И я надеюсь, что нам их должно хватить на самом деле. Здесь есть рыба. Если что, я в ту сторону строиться не буду. Если мы захотим все-таки эту рыбу заполучить. Я просто не понял, а здесь вообще есть возможность ее продавать? Давайте посмотрим. Нет, здесь рыба нахрен никому не нужна. Ну, хорошо, будем в курсе. Значит, соответственно, здесь делаем все по классике. Сейчас у нас появится тут склад. Да и, наверное, дороги-то я хочу сразу строить уже городские. Не вижу смысла себе в этом отказывать. Потому что такая возможность есть. Где-то выход будет у нас здесь. Здесь, соответственно, мы будем выезжать отсюда. Единственное, что надо опять подумать со складом. Знаете, я, наверное, сделаю... Ну, грубо говоря, по примеру той области. Мне кажется, что идея хорошая. Давайте... Нет, давайте сделаем, наверное, вот такую вот дорогу. Я себе, так скажем, обозначу. Сюда, соответственно, мы бахаем склад. Сейчас я подумаю, каким образом удобнее это будет сделать. Мне кажется... Слушайте, в данной ситуации, наверное, удобнее будет... Ох, да, наверное, вот так я сделаю. Здесь у нас, скорее всего, возможно, появится еще один сборщик. Склад я, конечно же, обрисую вокруг. Потому что... Ну, должна быть здесь какая-то логистика. Будем строить ферму опять же здесь. Либо прямо вот сюда я начну. Не вижу никакого смысла пропускать тот квадрат, который я пропустил уже когда-то. И давайте начнем тогда с производства пшеницы. Пшеница у нас вроде изучена, если мне память не изменяет. И мы можем тогда начинать. Я думаю, что да, здесь у нас будут поля размещаться. По-моему, пшеница им, кстати, в сыром виде не нужна, поэтому... Будем пока что пользоваться тем, что есть. Я имею в виду, что не будем им ничего продавать из сырья. Я вот что подумал, а я не изучил, что ли, здесь еще дополнительные поля? Вот это, кстати, не очень хорошо. Ну-ка, покажите-ка мне технологии, что у меня тут на очереди. Коровки. Блин, а мне коровки нужны. Давайте тогда вот так вот сделаем. Коровки изучаются не очень долго, 120 дней. В любом случае, мне тогда здесь сейчас не нужно строить что-то дополнительное. Я могу завести им какой-нибудь виноград, да? Да, над этим стоит подумать. И сейчас я это сделаю. Ну давайте, пока технологии изучаются, я вот сюда вот куда-нибудь вернусь. Посмотрю, что у меня тут происходит. А есть, интересно, регионы, которые еще никем не куплены? Судя по цвету границ, я так понимаю, что нет. Что все регионы раскуплены, и теперь только если покупать где-то какое-то право на строительство, так сказать, да, в другом регионе, и вместе с конкурентами пытаться там что-то сделать. Ну, это имеет место быть. А каково здесь вот население? 152 тысячи, а у меня при этом уже 200 тысяч, кстати. На секундочку. Ну-ка, а что-нибудь здесь у кого-нибудь есть побольше? 164. Здесь что-то такое непонятное. Цена полного разрешения. Погодите-ка, а это зона, кстати, ничейная получается, да, я же правильно понимаю, или что? Или мне показалось? Нет, мне, наверное, показалось все-таки, я просто не вижу, чтобы здесь кто-то строился. Ну, короче, возьмем на заметку, если что, будем забирать. Как у меня тут дела с производством, давайте смотреть. Есть ли у нас все ресурсы? Вроде все есть, даже есть запасы, это хорошо, то есть все это производится, приезжает туда, и мне интересно, что у меня по заработку-то. Ну, пока что не очень все хорошо, да, потому что я тут сейчас потратился на эти новые здания. Короче, надеюсь, что сейчас пойдет все в гору, потихонечку появляется что-то у нас. Может быть, нет смысла продавать вот эти вот промежуточные продукты прямо на рынок, но я думаю, что тема все равно нормальная. Доставить Вилтон 40 единиц волокна. Это у нас где находится? Это черт знает где? Нет, я не буду этим заниматься сейчас точно. Меня интересуют технологии развития другого региона. Давайте посмотрим, что у нас по поводу воды вот здесь. Воды вроде более-менее, но я хотел бы один сборщик сделать вот на такую вот оплату, эффективность 125, то есть мы чуть пошустрее будем добывать воду и посмотрим, насколько это нам сильно поможет с водой. Вообще, в принципе, я бы мог фигней не заниматься. Вот у нас есть вода, и я бы мог бы выбрать направление, да, то есть той же самой воды вот сюда. Это интересная идея, но просто тут вопрос в том, как это все нахрен ограничить. Минимальное хранение, давайте укажем, 10. Все остальное пускай нахрен уезжает. Ну, давайте тогда, выходит, отменим вот эту вот историю. Это лишние затраты только, я так понимаю, и больше никакого смысла в этом нет. Где я это сделал? Вот здесь получается, да? Да, вот здесь. Не будем больше денег тратить на содержание зданий, и так большое достаточно содержания. Что-то мы здесь как бы с вами не очень хорошо себя чувствуем. Но в любом случае, мы заболучили еще один регион. И я надеюсь, что сейчас с изучением коров все-таки дело попрет. Но все-таки еще из-за кредитов мы с вами потеряли былую, так сказать, привлекательность. Слушайте, они хотят доставить 42 единицы волокна. Я не очень понимаю, что это нам даст. Начальная ставка 250%. 1 миллион 900 тысяч. Я что-то не очень понял. И что мне это даст? Аукцион контрактов. То есть я сюда привезу вот это вот все, и получу какое-то бабло. Слушайте, я пока что не буду рисковать. У меня денег и так не очень много. Я достаточно сильно потратился. Надо было немножко по-другому, может быть, все делать. Но просто мы взяли кредиты. Плюс еще с него, конечно же, мы платим, соответственно, какие-то проценты. Давайте посмотрим, где это у нас вообще тут все показано. Что в квартире, наверное, будет проще посмотреть. Значит, вот здесь 5,83 осталось погасить. Здесь 4,31. В целом можно взять еще один заем, конечно. Но, наверное, с ума сходить мы не будем. Давайте посмотрим. Содержание зданий достаточно серьезное. Видите, у нас содержание транспорта не очень большое. Но вот все упирается именно в содержание зданий. Может быть, здесь не стоило сходить с ума, да? То есть, я говорю о том, что стоит подумать насчет того, что, может быть, сократить здесь историю с текстилем, да? То есть, смотрите, у нас есть, получается, следующая штука. У нас есть два красителя и два волокна. И у нас здесь еще получается сколько? Раз, два, три здания, как бы, которые требуют на себя, как вы понимаете, расходы. Давайте как-то попробуем это оптимизировать. То есть, если, грубо говоря, вот эти карточки совместить, то мы получаем с вами следующую историю. Что у нас 4 на 3. И надо ли нам такое количество реально? Может быть, оставить один краситель на город и один краситель на фабрику. И, соответственно, два волокна на фабрику и одно волокно в город, как вариант. Либо, блин, пока что-нибудь, может быть, оставить. Ладно, давайте пока оставим. Я попозже подумаю, насколько это эффективно. Просто в любом случае мы продаем это за бабки, как ни крути. И сейчас, исходя из того, что я просто строю новые склады и так далее, конечно, будет больше расход на здания. Но вот, мы видите, уже растем. При этом я особо никакого нового производства не добавил. Ну, еще, видно, небольшое количество времени для раскочегаривания, так сказать. Вот воды здесь, кстати, сейчас не хватает. Ну, и что вы скажете по этому поводу, как прокомментируете сложившуюся ситуацию? Ну, у вас здесь есть вода, надо только довезти. Ну, все, хорошо. Я вижу, что коровы изучились, и нам нужно следующее исследование выбирать. Наверное, все-таки это будет эффективность, и как раз ежемесячное финансирование исследований. Так, мы с вами планировали здесь начать разведение коров. Как это удобнее будет сделать? Вот эту воду я, скорее всего, буду убирать. Она здесь только мешает, и смысла в ней никакого нет. Значит, я, наверное, буду расходиться вот в эту вот сторону. Надо сейчас будет посмотреть, сколько у меня здесь воды. Здесь достаточно воды, прям вполне. Я, пожалуй, с вашего позволения сейчас сразу вот это вот выровняю. Сколько это стоит? 400 тысяч. Понял. Нет, выравнивать не буду. Значит, мы добавляем сюда животноводческую ферму. Она будет у нас с этой стороны, получается. К ней мы приделываем пока что раз, два и три. И, кстати, мне нужно... Блин, я промазал, но это не беда на самом деле, потому что я на паузе, и удаление стоит ровно столько же, сколько и строительство. Значит, мы сейчас должны с вами, получается, сделать следующее. Мы должны в технологии воткнуть, скорее всего, еще и изучение по эффективности полей и сборщиков. То есть нам нужна вот эта история. Блин, я босевные поля не изучил, к сожалению, но давайте тогда это тоже изучим. Да и знаете, с таким количеством, пожалуй, воды и пшеницы я позволю себе разместить здесь вторую штукенцию подобную, потому что это просто-напросто. Мы можем себе позволить сейчас, это не очень дорого. А вот все ресурсы, кстати, здесь надо делать коров, а не куриц, конечно же. Все ресурсы мы направим с вами в этот гребаный город. Давайте начнем тогда расставлять всю эту историю. Значит, здесь у нас мясо, здесь у нас молоко, здесь у нас кожа, как мы помним. Значит, мясо выбирает направление, соответственно, на фермерский рынок, так же, как и молоко. Кожа едет у нас замечательным образом в магазин хостоваров. Сейчас я проверну то же самое со второй фермой. Ну, не знаю, вроде все готово. Я думаю, что сейчас мы с этого региона тоже начнем бабло получать и выкупим свои кредиты. Ну, точнее, оплатим их, конечно же, в ближайшем будущем, потому что все-таки такое количество кредитов, это не очень хорошо. Плюс еще содержание зданий, какое у нас сейчас, содержание 457. Может быть, есть смысл попробовать поучаствовать в гранте, который позволяет снизить на 40% вот эту вот всю хрень по содержанию. И тема, на самом деле, имеет место быть. Но вот здесь я бы хотел бы добавлять. Вот машинки поехали, что-то они отвозят. Но мне кажется, этого недостаточно. Надо здесь еще что-то прокачивать. Надо смотреть, что подороже. Подороже сейчас здесь виноград и подороже здесь сейчас апельсины. Апельсины мы с вами, кстати, не производим, к сожалению. Точнее, не изучили их, к сожалению. И, наверное, в этом тоже есть смысл. Я вот не знаю насчет того, хватит ли мне вот этой вот пшеницы. Это вопрос хороший. Что там надо? Доставить в Честер 33 единицы ткани. Это вот сюда. Слушайте, ну, блин, это за 3,3 миллиона. Я не знаю, тратят ли сейчас такие деньги на этот контракт. Я, если честно, не вижу в этом никакого смысла, поэтому нафиг. Блин, погодите. Или все-таки это стоимость того, что мне платят за это? Блин, может быть, я так туплю просто? Ну, ладно, в следующий раз попробуем, короче. Бывает, что уж поделать. Значит, нам нужно 2 пассивных поля. И вопрос у меня в следующем, вывезет ли оно все вот это, если мы сюда добавим еще 2 единицы, по 2 единицы полей. Будем тестить. Будем тестить, будем проверять. Тогда, я думаю, что мы можем здесь начать производство чего-либо еще. Возможно, мы попробуем, если сможем развить этот город. А я думаю, что мы сможем его развить. Попробуем сюда с вами забацать, например, какой-нибудь магазин соков или что-то подобное. Потому что здесь, например, есть виноград. Давайте посмотрим по напиткам. Вот вам виноград, вот вам виноградный сок. Если продавать сюда апельсины, то, соответственно, можно будет продавать апельсиновый сок и так далее. В общем, вариантов для развития тоже немало. Я просто не хотел бы делать здесь тоже ткани, ибо это совсем неинтересно. Будем пробовать что-то другое. Значит, давайте попробуем тогда сюда еще что-нибудь разместить. Мы хотим что? Мы хотим виноград, который делается во фруктовом саду. Виноград у нас будет вот здесь, я думаю. До склада он точно достает. Ну и, соответственно, по классике 5 полей. Слушайте, изучать ли апельсины? Я даже не знаю. Кстати, я финансировать могу теперь быстрее. Ну-ка, смотрите-ка. Вот осталось 99 дней за такое вот бабло. Я нажимаю вот это, осталось 40 дней. Но бабло осталось таким же. Не очень понимаю, как так это работает. Я думал, что финансирование подразумевает увеличение денег, стоимости исследований, но сокращение дней. По-моему, это вполне логично было бы. Ну, кстати, работает неплохо. Я вам так по секрету скажу. Давайте тогда апельсины поставим после коров. Я думаю, что идея хорошая. Сейчас у нас подъедет 2 пассивных поля. Давайте смотреть, что здесь. Ну, здесь все достаточно неплохо, если честно. Единственное, что мне не нравится, что здесь какая-то пробочка собирается. Но это вопрос такой временный. Я уже направил отсюда, соответственно, виноград прямо на фермерский рынок. И я думаю, что эта тема нормальная. Соответственно, далее мы хотим с вами добавлять вот сюда поля, потому что нам это точно пригодится. Раз и два появляется. Здесь у нас сейчас появится 2 поля для животного. Надо будет вот это вот все-таки побрить немножечко, потому что оно нам мешает. Можно нам, пожалуйста, вот это убрать? Сколько стоишь? 400 тысяч? Да хрен с тобой, давай уберем. Что здесь предлагают? Стоимость содержания всех зданий снижена на 49% на 24 месяца. Я торгую за это, даю 150 тысяч. Наверное, сейчас кто-то будет предлагать какие-то другие деньги. Давайте посмотрим. Я не знаю, может быть, никто и не будет предлагать. Ну, что там, ребята, у вас не подскажете? Будет кто-то со мной торговаться? Или я просто за 150 это забираю? Нет, какая-то сволочь дает 225, я, соответственно, закидываю еще 150. Ну и что будет происходить дальше? Ну давай, давай уже что-то там, соображай пошустрее, потому что так долго вести этот аукцион я не готов. Неужели у тебя столько зданий, что ты готов реально торговаться прямо до миллиона? Ну, я надеюсь, что все-таки это все окупится, потому что вот уже я на 600 тысяч как бы наторговал, и я думаю, что этот дядька не будет пока что сдаваться, он будет выкачивать из меня деньги. А вот и желтый подключился, смотрите-ка, он дает сразу 675 с нуля, он вообще не участвовал, все это время просто наблюдал. Давайте посмотрим, что будет дальше происходить, побеждаем ли мы в этом или не побеждаем. Да, мы побеждаем, и давайте посмотрим теперь. У нас было содержание зданий 500 тысяч, и будем чекать в этом месяце, соответственно, наш приход денег должен вырасти. Ну, вроде здесь все работает отлично, давайте смотреть. Да, у нас есть теперь еда для животных, но вот с водой мне все-таки не очень нравится. Я все равно буду здесь добавлять еще одну станцию, так как планирую выращивать в том числе апельсины, я не думаю, что есть смысл себе в этом отказывать. И мы, наверное, сделаем это даже сегодня, потому что надо этот город тоже развивать. Я, кстати, не помню, вообще у нас вот в том городе был магазин игрушек, а не магазин соков, и есть ли действительно у нас сейчас возможность сделать здесь магазин соков, мне непонятно, может быть это делается только на следующем уровне, я пока не совсем понял, что у нас там такое. Доставить ткани. Отстаньте от меня со своей тканью, это далеко куда доставлять. 394 тысячи. Ну, короче, я в любом случае окупаю эту всю историю. Что-то как-то странно, вот здесь вот цифры непонятные. Почему такой минус большой, я совершенно не понимаю. Все ли нормально у нас? Ну, вроде вот здесь цифры зеленые, денег становится больше, как-то странно это работает. У нас есть рекламная кампания, давайте смотреть, что за рекламная кампания. Стоимость содержания всех зданий. А, блин, так это я и купил, все, понял, сорян, немножечко затупил. Значит, что мы еще можем сейчас сделать? Да, наверное, ничего, наверное, мы ждем изучения технологий. Что мы еще сюда можем завозить? Вот давайте подумаем вот это. У нас есть здесь возможность завозить оливки, картофель. Интересно смотрится, есть возможность завозить хмель. И с хмеля, по-моему, можно делать какой-то алкоголь, да, скорее всего, что логично. В принципе, да, вот оно пиво, здесь есть крепкий сидр, здесь есть вино, соответственно, из винограда, бренди и так далее. Даже водка присутствует из картофеля и дрожжей. Ну, короче, это такой вопрос. Я вот просто хочу разобраться все-таки с магазинами. Даже если будут игрушки, я сильно не расстроюсь. Здесь достаточно простые производственные цепочки. Единственное, что у нас не всегда хватает какого-то ресурса. Ну, как у нас тут с водой? Все нормально? Вода присутствует вроде. Ну, не знаю, если понадобится и третью, добавим по примеру нашего предыдущего города. Можем здесь бахнуть какую-нибудь еще ферму. Что у нас тут случилось? Доставить 35 легкой ткани. 250% 3,5 миллиона. Слушайте, я просто не очень понимаю. 35 единиц. Доставить. Дата выполнения октябрь Е9. Что это значит? Где у нас вообще дата? Я, черт возьми, не понимаю. Но это типа через год. Ну, давайте я нажму вот эту вот тему. Что это означает? Я сейчас потрачу все деньги, черт возьми? Или это я выдаю, так сказать, обязательное условие того, что я типа это сделаю и я вам даю залог? Ну, нет. Нет. Я просто согласился. Ну, хорошо. Тогда мы, соответственно, здесь должны, как я понимаю, выбрать немножко другое направление. В центр города. Да, вот городской центр выбираем и начинаем производить. Могу ли я здесь улучшить сейчас эффективность? А вот здесь я, кстати, не могу ее улучшать. Может быть, я бы хотел бы на самом деле тогда эффективность фабрик тоже прокачать, чтобы у меня такая возможность была. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у меня тут знаете что? У меня тут слишком много скопилось ресурсов для производства ткани легкой. Поэтому я не буду себе отказывать сейчас построить еще одну фабрику, ибо все простаивает. Давайте тоже тебя отправим в городской центр. Этот контракт выполним, получается, на эту сумму. И склад, нам говорят, заполнен. Какой нахрен склад заполнен? Я думаю, что это склад пшеницы, да, скорее всего. Или, может быть, нет? Да нет, вроде здесь ничего не горит. Но я думаю, что сейчас там ребята разберутся. Значит, давайте здесь смотреть, как дела. Здесь дела у нас хорошо. Время идет. Вот фиолетовая полоска, я теперь буду в курсе. Я вообще хотел здесь поставить еще производство оливок, наверное, сразу, чтобы получать с этого какие-то деньги. Делает с этого фруктовом саду, если я не ошибаюсь. Да, оливки, по-моему, именно там же растут. Ну-ка, покажите мне. Да, оливки здесь все правильно. Соответственно, размещаем также по максимуму 5 полей. Оливки стоят достаточно много. Я не думаю, что мы будем как-то терять что-то, исходя из этого. Вроде с одной фермы, с пятью полями, никаким образом не падает спрос. И это вообще замечательно. Нужна ли вот здесь дорога, тоже вопрос хороший. Я думаю, что давайте сделаем. Каждый будет находить для себя более удобный путь. Соответственно, здесь выбираем, как всегда, магазин. Предложение на разрешение. World to World, это какая-то компания, предложил за 11 миллионов купить разрешение для региона Дамбол. Действительно, этого предложения два дня. Погодите-ка, так это он хочет в моем регионе купить. Я правильно понимаю? Ну да, не, дружище, иди-ка ты нахрен, это моя территория. Хотя я мог бы денег поднять с этого. Ну а нахрена мне эти деньги, спрашивается, да? Слушайте, в общем, смотрите, какая фигня получается. Что здесь у нас, доставить еще куда-то ткань не хочу. Значит, у нас здесь очень много красителя и очень много вот этого волокна. Прям дохренища, я вам скажу, что-то. И я думаю, а не производить ли мне больше тканей тогда? Раз уж такая жара тут пошла, давайте я буду строить еще фабрики. Ну, потому что действительно очень много, а мне не надо столько. Если что, я, конечно, сейчас что-то подсолью. Давай использовать вот это. Здесь, соответственно, мы везем пока что вот сюда, для того, чтобы выполнить контракт. Просто неожиданно как-то раскочегарилось. Я, если честно, не ожидал такого расклада. Может быть, мне есть смысл что-нибудь продать? Ну-ка, покажи-ка мне. Выбрать направление? Нет, я не хочу вот так. Я хочу вот, например, на паузе, вот сюда. Но только минимальное хранение здесь будет у нас, давай, 15, например. Все остальное нахрен вывозите. И давайте посмотрим, вывезут ли они действительно сейчас. Ну вот, вроде машинки поехали. А можно посмотреть, что машинка везет? Да, вот они везут по 2 единицы. Везут они в магазин одежды. Ну, я думаю, что я все правильно сделал. Все будет у нас хорошо. Доставить вилтон теперь ткань. Слушайте, ну, ребята, подождите, я еще не вывожу даже с этим. Да, смотрите-ка, они все продали. Давайте мы тогда то же самое с вами замутим еще и с, я думаю, красителем. 15 оставим, как минимум, да? Где у нас этот краситель это? Так, ступень 1, вот они получаются. Выбрать направление, выбрать, конечно же, вот сюда. Минимально на складе мы оставляем 15. Пускай остальные единицы нам приносят бабло. Ой-ой-ой-ой-ой, да мы с вами подбираемся к миллиону, получается, да? Я же правильно вас понимаю? Ну, 640 тысяч, это плюс за счет того, что мы сейчас слили лишние запасы. Значит, у меня изучилась технология, которой нужно воспользоваться. Добавляем поля, соответственно, раз-два и три-четыре, как вы понимаете. А в чем проблема? В чем проблема, я не понимаю. Нужно строить в зоне досягаемости владельца. А, ты имеешь в виду вот так вот, что ли? А почему так произошло, не подскажете мне? Потому что, типа, ферма не дотягивается. Блин, а вот это печальные, на самом деле, новости, что ферма так не дотягивается. Ну, значит, буду строить вот сюда, как бы мне не было жалко и хотелось по красоте. Видите, да, вот сюда не катает. Вот так вот только, если можно раз-два, можно добавить, соответственно. Ну, пусть будет так, значит, как-то хаотично. Я думаю, что больше мы расширять вот эту вот историю не будем. У нас есть вариант доставлять отсюда производство коровок, да, точнее, производство кожи. Короче, вы поняли, доставлять отсюда не производство кожи, а доставлять саму кожу, соответственно, вон туда. И у нас еще апельсины подъехали. В общем, тут дел не в проворот. Я не знаю теперь, как это правильно все мне обустраивать. То есть, либо я буду просто с этого склада воду куда-то возить, скорее всего, да. Сколько у нас воды? А не сколько у нас воды, не буду я ее никуда возить. Но посмотрите, 825 тысяч, черт возьми. И это мне нравится. Это мне очень даже нравится. Я так понимаю, у нас еще действует за содержание зданий. Да, 286 тысяч всего лишь тратится. Так что мы сейчас зарабатываем с вами бабки. И это отлично. Что можно сделать на данный момент? На данный момент можно еще добавить фруктовый сад. Но единственный расклад в том, что мы не совсем как бы дотягиваемся до склада вот там. Поэтому здесь вариант только такой, что мы будем ставить это куда-то уже вот сюда. Я думаю, что нет смысла пересекаться с основной дорогой. То есть, я не имею в виду, что нет смысла ставить прямо вот сюда вот этот вот фруктовый сад. Поэтому мы немножечко сейчас отдалимся. И, наверное, поставим куда-то вот сюда. Да, я так думаю. Вроде дотягивается. Вроде он дотягивается. Соответственно, здесь у нас появляется он. Здесь появляется дорога. Нет, ни хрена не здесь, а вот здесь. Ну, пусть будет вот так. Я думаю, что я буду ее вот туда продлевать еще. Возможно, в дальнейшем здесь что-то делать не знаю. Есть ли смысл. Но, тем не менее. Значит, нам нужен с тобой апельсин. Нам нужно, конечно же, пять полей и начать выращивание. Давайте смотреть, дотягиваемся вообще сюда или не дотягиваемся. Будет печально, если не дотянемся. Нет, дотягиваемся. Вон, воду привезли. Но здесь надо новую делать. Вот эту хрень с водой. Либо вот эту и улучшать производство. То есть, делать на 125 и посмотреть, как это будет работать. Давайте попробуем. Может быть, действительно, оно будет и получше. У нас на складе что-то появится. Я вижу, что с пшеницей вообще все отлично. Можно было даже поля не добавлять. Погодите-ка, я все изучил, и у меня ничего не изучается. Давайте тогда изучим вот это, потому что некоторые технологии уже достаточно сложно изучить. И, наверное, я бы пошел бы вот сюда. Как вам такая идея? Мне кажется, идея неплохая, да? В целом, в общем и целом, как говорится. Блин, надо подумать, на самом деле. Надо подумать. Салфетки есть, но есть рубашки по 100 тысяч. Давайте попробуем, наверное, рубашки все-таки изучить. Тем более, сейчас мы с вами изучим еще небольшой вклад в науку. И, соответственно, это нам позволит... Это нам позволит ускорить исследование. А мы выполнили тем временем контракт. И посмотрите, что происходит. Нам дали денег. Значит, я неправильно понимал то, что здесь написано. Виноват, исправлюсь, буду понимать правильно, значит, и буду в следующий раз брать подобные вещи, если у меня будет возможность их выполнять. Значит, что у нас здесь происходит? Здесь, соответственно, нужно выбирать направление для вот этого всего, потому что это стояло, конечно же, на центре города. А теперь данное направление исчезло, и мы должны им сказать, чтобы они везли в магазин. Все вроде, да? Я все, что хотел, выбрал. Я думаю, что можно игру снимать с паузы. Слушайте, я не знаю, как здесь, но вот, например, в индустриальном гиганте здесь была возможность растить город и ввысь в том числе. То есть, появлялись небоскребы. Мне кажется, здесь небоскребов не будет. Здесь будут вот такие маленькие домики, которые будут вширь просто расти по количеству. Что вы от нас хотите? Доставить легкую ткань Вилтон? Где нахрен этот ваш Вилтон? Ну, я в целом могу это выполнить, и это будет стоить 3 ляма. Ну, это посмотрите, сколько ехать. Да, в принципе-то пофигу, можем себе позволить. За 3 ляма, я думаю, что нормальная тема, 29 единиц, тем более мы это производим. Давайте согласимся, я сейчас просто, как только мы подтвердим все-таки эту историю, мы с вами направим, получается, ту сторону машинки. Я думаю, что идея неплохая. Ну, погнали, получается. Где ты такой Вилтон-то находишься? Вот сюда. Ну, я надеюсь, что мы довезем рано или поздно. Не очень удобно, что я не могу скопировать настройки, то есть, да, взять из этого дома и во все дома сразу бахнуть. Но зато я могу сделать вот так вот, в принципе, и не париться. Сразу с собой взять все вот эти ярлычки. Так, вот это вот сюда, вот это вот сюда, соответственно. Я думаю, что рано или поздно довезем. Слушайте, такие контракты получаются для меня выгодны, потому что я произвожу необходимое количество. Да, доставляться будет чуть дольше, но тут даже до половины не дошло, а мы уже с вами контракт победили. Смотрите, финансирование еще изучили. Давайте-ка теперь посмотрим. Можно вложить в это 1 лям. Значит, 669 дней, да, если мы жамкаем вот сюда, 168 дней. Мне это нравится. Мне это определенно нравится, я это хочу. Вообще, тут, конечно, есть что-то интересное, связанное с прототипом автомобиля. Я пока не очень понял, когда это вообще произойдет. То есть, наверное, должен появиться какой-то магазин автомобильный в городе. И тогда, соответственно, мы сможем сюда поставлять эту всю историю и что-то там продавать. Наверное, это как-то так должно выглядеть. Вот, но надо пробовать разные производства. Мне очень хочется напитки попробовать в следующем городе, да, то есть в том регионе, который мы сейчас с вами обустраиваем. И, наверное, если появится такая возможность, купить все-таки второй регион, третий, точнее, уже регион, который есть чуть ниже. Мы его с вами заметили, обратили на него внимание. Пока там никого нету, пока там никто еще не хозяйничает. Можно, в принципе, свои порядки наводить. И я думаю, что идея в целом хорошая. Ну, а эта серия на этом будет завершаться. Мы сегодня много что сделали. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.